В парламенте Дагестана представили отчет о результатах деятельности регионального правительства за 2023 год. Об этом рассказал премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов на 30-й сессии Народного Собрания. Всего депутаты рассмотрели 22 вопроса. Подробнее расскажет Наталья Аханбабаева. Развитие стабильное, запас прочный. В прошлом году региональное правительство делало акцент на поддержку промышленности, сельского хозяйства, туризма. Но, как отметил глава Кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов, важен не только экономический рост Дагестана, но и социальный. Органы власти слышат народ и знают о проблемах, которые волнуют каждого дагестанца. Важно было не только укрепить экономику, но и сохранить социальную стабильность. Поэтому в главном углу были поставлены вопросы, которые волнуют каждого жителя Дагестана. Это хорошие дороги, качественная медицина, новые детские сады и школы. А в сфере жилищно-коммунального хозяйства начата реализация масштабных задач по комплексной модернизации и исполнению инфраструктурных проектов. Обеспечена адресная поддержка граждан, способствующая повышению уровня жизни малообеспеченных и социально уязвимых категорий населения. Гарантировано достижение целевых соотношений заработной платы для каждой категории работников в бюджетной сфере. Регион вкладывает усилия не только во внутреннее развитие. Дагестанцы протягивают руку помощи и тем, кто в этом сейчас особенно нуждается. Так республика принимает активное участие в восстановлении Михайловского района. Не остается в стороне от событий, происходящих в секторе газа. На территории Михайловского района Запорожьей области Российской Федерации при содействии республики было восстановлено 25 объектов. В основном это социальные объекты, объекты жилищно-коммунального хозяйства. На эти цели в прошлом году правительством республики выделено порядка 200 миллионов рублей. Оказано существенная помощь в части благополучного прохождения осенне-зимнего периода. Республика приняла 183 эвакуированных малестинца. Они благодарны и нашей стране, и жителям Дагестана. Многие из них выразили желание работать, приносить пользу нашему региону. Министерство труда и социального развития республики Дагестан уже занимается этим вопросом. Что касается экономических показателей, регион активно развивается, но есть нюансы, которые требуют доработки. Правительству необходимо выводить бизнес из теневого сектора. Чтобы пополнить доходную часть республиканского бюджета. Ведь это как новые рабочие места, так и увеличение налогов. Только за январь 2024 года в консолидированный бюджет поступил налоговых и неналоговых доходов в два раза больше, чем в предыдущем году. Вместе с тем, уважаемые коллеги, нам предстоит сделать еще много. В этом году в планах перейти к адресной работе с крупнейшими объектами и предприятиями в части соблюдения ими налогового законодательства и обеспечения полноты налоговых отчислений. Также в зоне внимания в текущем году будет сокращение налоговой задолженности. Нагистан сохранил лидерские позиции по производству плодов, овощей, риса, винограда, мяса и шерсти. А объем баловой продукции сельского хозяйства достиг более 212 миллиардов рублей в 2023 году. Об этом сообщил Абдулмуслим Абдулмуслимов в отчете Народному собранию. Кроме того, премьер-министр рассказал о важности технической оснащенности сельхозпроизводителей. Сегодня сельскому хозяйству республики не хватает более 30 тысяч единиц различных сельскохозяйственных и миллиардных машин. Несмотря на существенный рост цен на сельхозпроизводитель, при поддержке республики и федерального роста агролизинга, хозяйствующими субъектами закуплено в прошлом году 449 единиц сельхозпроизводителей. На текущий год ставится задача сохранения объема закупок сельхозпроизводителей на уровне прошлого года. Республика в лидерах по строительству и капремонту общеобразовательных учреждений. В прошлом году в рамках нацпроектов «Образование и демография» открылись 19 школ и 26 детских садов. Кроме того, введены в эксплуатацию 38 школ и 11 детских садов, построенных в рамках реализации федеральных и республиканских программ. Так, например, в столице региона планируют и дальше продолжать работу в этой сфере. Школы введены, три больших школы введены за 2023 год и пять находятся в процессе и 1 сентября дополнительные новые школы будут введены. Более 3,5 тысячи учрежденческих мест будут созданы в Махачкале. Это хороший показатель, что правительством совместно делается. Говорили и об экологии. В Дагестане ликвидировали четыре несанкционированных свалок. Хосевюрт, Каспийск, Буйнакск и Южно-Сухокумск освободились от экологической проблемы, которая беспокоила жителей долгие годы. Общая площадь рекультивированных земель – 35 гектаров. Но на этом работа регионального правительства не заканчивается. Перед нами стоит большая проблема решить вопрос со всеми несанкционированными свалками. Мы уже совместно с Роспотребнадзором определили пять самых таких ключевых проблемных участков несанкционированных свалок. Мы работаем в этом направлении для участия в федеральном проекте «Генеральная уборка». Естественно, для нас самое важное – это рекультивация свалки Чиркес-Кутан, Махачкалинской свалки, и далее строительство трех мусоросортировочных комплексов и трех полигонов заводов. Туризм, здравоохранение, цифровизация, спорт, культура и многие другие сферы. Глава Кабмина подробно затронул все области и ответил на вопросы депутатов. Несмотря на усиление санкций и внешнего давления, Дагестан движется вперед, а по отдельным направлениям республика сумела занять лидирующие позиции, ведь любые вызовы можно превратить в возможности. Наталья Ханбабаева, Саид Кутиев, Время новостей. Наталья Ханбабаев, Саид Кутиев, Время новостей.